Книга к истинному православию. Автор Игнат Игоревич Лапкин. Глава о семье. Продолжение. Русский человек имел неписанное правило, по которому дети погибших родителей часто переходили к крестному отцу, восприемнику их от святой купели крещения. В языческом римском царстве, в стране Галатии, в городе Анкирия, жила бедная вдова христианка Ефросинья с малолетним сыном Климентом. Воспитывал его в учении Господнем. Страшное тогда было гонение на христиан. Когда Клименту было 12 лет, мать его тяжело заболела и почувствовала приближение кончины. Не страшилась она смерти, ибо крепко верила в жизнь бессмертную за гробом и питала светлую надежду на блаженство вечное, уготованное любящим Бога. Накануне своей кончины мать ведет тихую прощальную беседу с сыном. Милое дитя мое, осиротел ты еще в пеленках, узнал о своем сиротстве прежде, чем об отце. Но ты не был сиротой, не будешь и после меня. Отец тебе, Христос Бог, я родила тебя по плоти, он возродил тебя духовно. Его исповедуй своим отцом, его сыном называй себя, но старайся быть достойным усыновления ему. Служи единому Христу Господу, во всем полагай свою надежду и свое спасение. Он сошел с небес, чтобы нас возвести на небо, чтобы даровать нам жизнь и спасение, и сделать сынами Божьи. Лютое временно стоит нам, христианам. Могут и тебя постигнуть соблазны, угрозы и муки от нечестивых. Будь же мужествен, сын мой. Крепко и непоколебимо храни свою веру. Будь готов пострадать за Христа до смерти. Завтра я уже не увижу дневного света, но я буду с тобой Духом. Буду хвалиться от тебя пред престолом Христовым, в надежде и тебя видеть пред его престолом. Богатая христианка София, вдова, узнала о сироте и взяла к себе климента. Видя богатство приемной своей матери, зная ее доброе сердце, он понял, что доставит ей радость, если поможет ей распространять свою материнскую любовь и христианскую сострадательность на других таких же, и еще более несчастных и бесприютных детей. В Галатии тогда настал голод. Чуждые сострадания язычники выносили и выпроваживали своих детей на дороге и перекрестке и там бросали. И вот климент стал подбирать таких детей и приносить в дом Софии. Спасая им временную жизнь, заботились и о душе сирот, спасая множество голодных сирот. Позже, будучи избран епископом, он претерпел невиданные мучения от жестоких гонителей. И такие муки в течение двадцати девяти лет и одиннадцати месяцев, каких никогда и никто не выносил ни до него, ни после него. И полностью исполнил он наказ умирающей матери своей, говоривший ему, Дитя мое, дитя возлюбленное, умоляю тебя, умоляю, чтобы ты воздал мне единственный дар за все мои болезни и заботы о тебе, ибо наступает время тяжелое. Сын, окажи мне эту честь. Стань за Христа дерзновенно и мужественно и сохрани крепко непоколебимо исповедание Его имени. Я же уповаю на Христа моего, о дитя мое. Вскоре процветет на тебе венец мученичества в честь меня и для спасения многих душ. Приготовь же сердце свое к подвигу страдания, чтобы не застигло тебя неприготовленным время подвигов. Знай, что полезно быть искушаемым бедствиями, подобно золоту в горниле, но ты не бойся. Страдание будет временным, а воздаяние за него вечным. Скоро пройдет скорбь и вечно продлится радость. Кратковременно будет бесчестие здесь, но вечная слава ждет тебя у Бога. Козни мучителей и язвы продолжаются один какой-либо день. Причем ярость царей земны бывает осмеиваемо мучениками. Слава их увядает, а огонь, уготованный именно христовых мучеников, угошается. Меч их поедает ржавщина, сила их погибает. Поэтому нет ничего такого, что могло бы отлучить тебя от Христа Господа. Ты станешь исповедником Господним, а я буду мать мученика. Память 23 января, страница 767 Молитвами святого Климента и его Матери, Господи, воскреси наш народ. Молитвами российских мучеников, пострадавших от рук лютых безбожников, воскреси, Боже, души наши и Русь. И да пребудут, и да придут добрые пастыри, да создадутся добрые семьи христианские. Аминь.